всем привет вы на канале каскад тв сегодня поговорим о том как вырубить человека куда бить какие уязвимые части у человека есть и мы отбросим всю эмоциональную составляющую поговорим о том если у нас есть ну так скажем основания для того чтобы мы могли вырубить человека юридические основания это может быть когда на вас нападает преступник либо это может быть ситуация когда вы спортсмен и выступаете по боям без правил так вот какие же уязвимые части тела есть у человека первая и самая важная часть это вот куда надо целиться и сосредоточить все свое внимание чтобы вырубить человека это вот та часть которая когда вы кушаете которая двигается то есть это челюсть нижняя где борода растет то есть это вот вся вот эта часть в нее нужно попадать то есть при попадании кулаком хорошенько в челюсть человек моментально четко вырубается посмотрите если бои без правил то основные нокауты бывают тогда когда закидывают просто там неважно каким ударом попадают именно в челюсть попадает в голову куда-то еще там в лоб в скулу в нос разбивают брови человек продолжает драться но если четко попадает в челюсть в нижнюю да то человек сразу бряк и потух дальше шея шея штука такая она не вырубает человека но она очень уязвимое место она может просто вы можете убить поэтому я про шею говорю что мы туда не бьем наша задача чтобы человек остался жив даже в случае нападения проще ударить вот в челюсть солнечное сплетение солнечное сплетение как мы определяем солнечное сплетение в некоторых роликах уже показывал когда человек на вас нападает мы по локтю смотрим вот эту полосу плюс сюда полосу и вот сюда вот мы можем бить солнечное сплетение кто-то его закачивает прессом и пробить солнечное сплетение некоторым практически невозможно поэтому остается у нас печень левая рука в правый бок некоторые хулиганы злоупотребляют такой штукой говорят здорово братан вы рефлекторно тяните руку они берут и сюда вот вам бьют то есть как раз идут мышцы пресса передние вот эти вот мышцы пресса да и боковые и между ними вот такая идет щель именно в эту щель левая рука заходит очень хорошо когда вам вы пробиваете печень человек садится даже жестче чем когда вы пробиваете ему солнечное сплетение то есть солнечное сплетение еще как-то можно держать там отдышаться как-то согнуться под согнуться можно еще но печень это все это сразу тушите свет следующее что у нас идет это у нас идет пах удары в пах как правило удары в пах лучше наносить снизу вверх чтобы орешки у нас подпрыгивали вверх в спорте это запрещено но случае самообороны вы можете конечно пробить в пах можете пыром задача такая чтобы именно попасть чтобы был удар вверх то же самое можно делать абсолютно также коленом коленом даже лучше на ближних дистанциях это хорошо заходит самый лучший эффективный способ для самообороны это конечно же удар коленом в пах удар коленом в пах предполагает неожиданность например что касается солнечного сплетения прямые удары причем пробиваю пробивающие прямые удары вот этими вот двумя костяшками очень хорошо туда заходит вообще можно даже вот стоишь разговаривать банду да резко и все только не так что я остановил да так чтобы на жопе отъехал туда подальше вот но это в случае самообороны если вы не хотите вырубать человека понимаете что он замахивается на вас вам сразу посидит подумает минутку вот будет уже попроще что касается челюсти прямые удары вот навстречу особенно когда он на вас бежит очень хорошо работает прямые удары защитили себя ударили почему бойцы опускают подбородок специально для того чтобы челюсть и и и опустить вниз плечики приподнять защитить себя от боковых ударов чтобы минимально можно было пробить кулаком сбоку про защиту есть у нас видео про вот это про все есть видео посмотрите я прикреплю ссылку в описании тут удары в челюсть прямые боковые удары в челюсть и локти очень хорошо вообще помогает чего нам от него бояться если мы стоим на ближней дистанции что он может сделать ударить просто головой нам в нос просто вот так вам и все тут надо контролировать человека то есть на такую близкую дистанцию просто не пускать останавливаем рукой если начинают там отбиваться до отбивать руку ну то есть убери руку свою да там вот то человек проявляет уже агрессию можно тушить свет сам виноват да сам виноват сам полез следующее также точно боковые прямые да то есть вот это вот все опускаем голову приподнимаем плечики то есть стоим изначально там ворон не ловим стоим чуть-чуть вот так вот из-под лобби разговариваем чтобы снизить вероятность как только полетел боковой а вывод ну так получилось что вы там руки не поднимали да не не стояли вот у вас вот так стоите просто хотя бы плечо поднять и начинать уже контратаковать то есть мы стоим разговариваем разговариваем как будто там голова болит что-то вы стоите таких об шею опустили если что сразу плечико подняли челюсть закрыли именно вот та штука которая двигается когда вы жуете вот ее надо беречь больше всего потому что раз и свет потух понятно пах защищаем солнышко ну и как вы всегда видели все бойцы они держат правую руку вот здесь чтобы им не прилетела в печень то есть давайте подведем итоги если нам нужно вырубить человека мы бьем ему в челюсть максимально да то есть быстро эффективно и человек падает если мы не хотим вырубать но хотим его обездвижить до 1 2 3 будет больно перехватит дыхание но у человека есть возможность достать пистолет и стрельнуть вас или там ну когда он там лежит скорчился достал пистолет и вас выстрелил если мы говорим о челюсти то это уже вариант такой что человек полностью теряет сознание и все как еще можно сделать все вот эти удары по коленам там по всему поэтому вертушки все остальное это не для уличной драки уличная драка это вот это мельница это вот это это вот это это вот это вот все что нужно знать и уличной драки ну и плюс процентов 90 ударов в голову еще можно сделать что можно взять вот так не ожидал совершенно неожиданно потому что мы с ним об этом не договариваем я почему-то шокер ждал это учебный газовый баллончик поэтому что мы делаем когда применяем газовый баллончик мы также нейтрализуем противника без повреждений ему физических то есть не без переломов зубов челюсти там всего остального то есть что он получает единственное что он может получить это легкий вред здоровью ожог сетчатки глаза и все баллончик применяется не ближе метра тогда вы точно можете уверенно знать что вы не нанесете каких-то тяжелых травм и баллончик именно обездвиживая человека то есть он не вырублен он сознание но он не видит что происходит он не может нормально там дышать у него там кашель все слезы сопли ему вообще не до этого будет аэрозольный баллончик на такой дистанции то есть он попадет именно в глаза и будет все хорошо поэтому друзья выбирайте средства самообороны себе правильно подписывайтесь смотрите другие видео на эту тему тебе спасибо пока